Земельные спрышки и просьбы поуплывать на соседях. Большаясть воротов на сегодняшнем особистом приеме грамадян старшиней Аблвыконкама Иваном Крупко была связана с применением земельного законодательства. На приеме побывали наши корреспонденты. Александр Лисицкий на прием до старшиней Аблвыконкама приехал с Лельшицей с просьбой о выделении земельного участка для ведения городництва. Его по меру всего две сотки, але проблема в том, что частка этой территории припадает на дзеючую дорогу. Разглядать инши варианты наведывальник отмавляется. Спынять рух транспорту никто не будет, тем больше, что по этой дороге дети рухаются в школу. С уликом планов по доброму порадкованию Лельшицев у приоритете будут перш за все объекты социальной сферы и безпека подъезду до их. Для ведения особистой подсобной господарки придется выбирать инший участок. Благоустройство пройдет в Лельшице в 2024 году. И основному вниманию будут подвержены социальные объекты, школы, в первую очередь, подходы, движения, безопасность и все остальное. Спрышка помещенами садоводницкого товариства протягивается не первый год. Люди не могут погодиться с тем, что одна семья, утримливая на своем участке, хатник живел. Кажут, что с утриманием тушки еще можно погодиться, а лебеки створают шмат незручностей. Решение об наведении парадку на участку примались с судами разных инстанций, а леяны не выполняются. Есть решение суда, его надо выполнять. И там прописано, кому что выполнять. Что касается вашей части. Создадим комиссию, выйдут обязательно на уровне района и области садоводческого товарищества. Посмотрите устав. Оно и создавалось, садоводческое товарищество, чтобы люди могли вырастить помидор, огурец. Алена Циткова скаржится на постоянный шум от аутотранспорта предприемства, якое находится у дворе ее дома. Не мог чем жить. Вывод жанчимы однозначный. Последние два года жить невыносимо в квартире. Бывают дни, бывали даже дни, когда въезжало и выезжало полста машин, а то и больше. Коншатковое решение будет принятое после вылучения ситуации специалистами Центра гигиены. Нарушены или не нарушены, это покажут измерения. Поэтому проведите измерения. То, что комиссия провела ограниченно, это часть вопроса. И мы должны убедиться, есть ли нарушения по звуку и по шуму. Наступный прием грамадян старшиней Абалвы Конкам и Иваном Крупком будет выездным. И он пройдет 20-го красавика в Будо-Кошалеве. Олег Сентяров, Дмитрий Котов, Валерий Хапанько, Телерадио Компания, Гомель.